ребят всем привет принесли вот такой блок питания к нам мастерской 12 вольтовый значит он не подает признаков жизни я уже думал что может быть где-то провод перебит шевелил здесь ничего не происходит и он довольно таки тут жесткий не видно даже место излома изгибов и здесь тоже самое но так как здесь вот в этих местах любит провод переламываться но здесь такого я визуально не наблюдаю значит будем сейчас разбирать этот блок я думаю что будет это немножко проблематично так как этот блок скажем оригинальный и так как все оригинальные блоки он очень хорошо склеен ничего есть опыт уже по разборке таких блоков ноутбучных либо аналогичных ну давайте сейчас попробуем скрыть для этого нам понадобятся тиски это обязательно ну и сейчас пробуем скрывать тиски я приготовил сейчас берем блок так берем бумажку 4 формата специально сейчас сделаю так уменьшить так сказать повреждения в любом случае без повреждений никаким образом не получится открыть будут какие-то либо умятины либо еще что-то потихоньку желая сжимаем корпус тисками до характерного щелчка щелчок произошел вы слышали наверное значит вот здесь вот разошелся корпус стыке теперь делаем то же самое с этой стороны может он у нас и хорошо откроется так здесь то же самое так нажимаю здесь не получилось щелкнуть его так еще раз здесь проблема здесь более жестко скреплена конструкция здесь никаким образом не хочет она вы щелкиваться значит винтов никаких естественно тут нету а с этой стороны у нас получилось вы щелкнуть я сейчас попробую вот в этот паз завести лопатку тонкую и может удастся нам дальше пойти вот по вот этому шву вот смотрите видите шов разошелся сейчас сюда заводим лопатку и попытаемся вскрыть так ну давайте так сюда даже можно побольше лопатку вставить вот эту так отпускаю тиски а по ребята у нас смотрите как прекрасно все открылось я думал что будет проблемно его открыть с этой стороны сразу открылась а теперь переходим на эту сторону так сейчас будем использовать более тяжелую артиллерию заводим вот так вот и отверткой проворачиваем все ребята смотрите блок у нас практически открылся все теперь его можно вот таким образом вот здесь вывести вот ребята смотрите все аккуратно нигде нет трещин видите только вот здесь вот небольшие две вмятинки практически их не видно от тисков вот блок в открытом состоянии значит сейчас возьмем прибор ну и будем смотреть что тут за проблема теперь нам нужно вытащить всю плату а вот вопрос как ее вытащить здесь вот эти вот контактики а как они крепятся здесь я даже не представляю неужели они просто сюда вставляются и впаиваются ладно сейчас посмотрю поближе так ну что ребята обсмотрел я все значит плата не вытаскивается я все-таки прихожу к мнению к выводу к такому что вот эти вот контакты спаянные видите тут такие штыри торчат и вот она просто вставляется суда и потом по месту запаивается и вот это вот у нас контактная группа вот это вот она и есть вот интересно как тут сделано смотрите что самое интересное и с этой стороны тоже но не хочет вытаскиваться ну ну тоже это я говорю о том сколько уже раз говорил что это одноразовое устройство которое не предназначено для ремонта ну вот да с этой стороны смотрите она вытаскивается она сейчас посмотрим а может быть а может быть сейчас я попробую посветить фонариком посмотреть да ребята так как я говорил значит сейчас включаем паяльник и пробуем отпаять вот эти вот контакты сейчас отпаиваем эти контакты ну давайте попробуем отпаять да отпаивается первый раз я встречаю такой блок в котором плата спаяна в корпус да ребята это какой-то цирк вот так вот смотрите 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 будут контакты а вот вот эти отверстия вот сюда она впаивается все интересная такая конструкция очень интересная значит первое что я хочу сделать я сейчас хочу проверить целостность вот этого провода так берем прибор сопротивление так смотрим что у нас по проводу чтоб не было у нас обрыва так звонилку поставим так здесь нормально и здесь нормально ну то что требовалось в принципе доказать так ребята с проводом все нормально значит здесь я вижу один кондерчик вздутый мелкий нужно его будет поменять а ребята вот что я еще вижу здесь смотрите это у нас предохранитель а вот это у нас скорее всего варистер и он взорванный его разорвало значит давайте сейчас проверим вот этот предохранитель он должен быть в обрыве так смотрю это было скорее всего перенапряжение да ребята предохранитель у нас дохлый значит у нас сработала защита повысилось напряжение до определенного уровня и у нас вот этот варистер ушел в короткое тем самым выжиг предохранитель я не исключаю такое что он спас всю электронику которая здесь есть на плате высоковольтная давайте тогда сделаем так я сейчас посмотрю что это тут за варистер стоит в любом случае его надо будет менять обязательно установлю сюда варистер без него можно только лишь включить проверить запустится блок или нет вот и посмотрим какой тут должен стоять предохранитель потому что блок собран очень качественно мне очень нравится сборка этого блока и этот блок лучше восстановить чем покупать какое-то полное китайское говно вот такая ситуация сейчас посмотрю пойду в интернете что это за варистер так ребята глянул значит маркировочка его tvr 07 471 значит сейчас я попробую себя на складе такой поискать если нет буду заказывать так давайте сейчас извлечем отсюда предохранитель и Так, 250 вольт. А здесь у нас 2 ампера. Так, ребята, значит, предохранитель у нас 250 вольт, 2 ампера. Значит, варистер я у себя на складе нашел аналог, но он немножко по мощности больше. И по габаритам, естественно, вот такой, смотрите. То есть, сможем сюда его, в принципе, поставить, и он тут не будет никому мешать. Так что, будем устанавливать вот такой варистер. Нашел я у себя предохранитель такой, 2 ампера, 250 вольт. Вот, выводной, вот он. Да, по габаритам он чуть-чуть меньше. Ну, ничего страшного. Значит, давайте я сейчас все-таки включу прибор. Значит, проверим диодный мост вот здесь вот, который тут стоит. Чтоб не был в пробое, в коротком. Ну, и так, прозвоним на всякий случай на короткое замыкание. Посмотрим, в каком тут все состоянии. Так, значит, диодный мост. А давайте я выставлю на прозвонку диодную, так будет проще. Так, не звонится, так звонится, так звонится, так звонится, так звонится, так не звонится. Тут вопросов нет. Кондёрчики 2 высоковольтных. Так, вот один. И вот второй. Давайте его сейчас прозвоним вот этим тестером. Посмотрим, как он прям в платье прозвонится у нас. Получится? Нет. Некоторые кондёры получаются прозвонить прям в платье, а некоторые нет. Так. Ну, давайте посмотрим, что нам скажет прибор. Так, 118 микрофарад. ESR21, 118 микрофарад. А тут что у нас написано? Ну, отлично, блин. Так написано, что тут ничего не прочитаешь. Хммм. Ну, вот как можно так ставить конденсаторы, проектировать, чтобы нельзя было маркировку прочитать? Написано 400 вольт. Здесь двойка микрофарада, и всё залито компаундом. Точно так же и на втором. Блин. Сейчас попробую отодрать компаунд. 22 микрофарада, что ли, оно. Не пойму. Или 220. 22 микрофарада. Значит, этот кондёр на 22. А что он такую ёмкость какую-то странную показывает? Непонятно. Оттуда мы вообще не пролезем. Хотя можно попробовать тоже. Давайте попробуем. Может, получится отлепить. Получилось. О! А здесь получше видно. Да, 22. Этот 22 микрофарада, и этот 22. Ну, можно их, в принципе, выпаять, прозвонить. Так, есть вон мелкий кондёрчик тут стоит. Так, вот эта вот зелёная хрень, это похоже на термистер. Давайте сейчас его прозвоним. Он должен звониться. Да, он звонится. Сейчас сопротивление поставим. Ну да, он звонится. Всё нормально. Так, вон диодик у нас здесь стоит. Резюк токовый. Ну, больше я тут, я не вижу, чтобы что-то тут сгорело. ещё раз прозвоним силовой ключ. Так, тут пробоя нет. Тут пробоя нет. Тут тоже пробоя нет. Ребята, ну, в принципе, не вижу я больше здесь проблем. Значит, значит, что я хочу сделать? Всё-таки хочу выпаять эти ямкостя, посмотреть, потому что тут, конечно, напряжение на этих ямкостях было очень высокое. всё-таки хочу их прозвонить. Так, давайте, ребята, посмотрим на состояние этого кондёра. 22 на 400. Смотрим. Так, 22. Есть. ESR 2.4. Пойдёт. Так, сразу второй выпаиваем. Давайте теперь этот кондёр сейчас проверим. Всё, с этим кондёром тоже всё нормально. 22 микрофарада 2.4 ESR. Так, всё, ребята, запаиваем это всё обратно на место. И сейчас впаиваем все недостающие элементы и будем включать, проверять. МО 66 советская и «Мосеркл» и то есть, И объёмs, «Мосеркл» лёжка «Мосеркл» и лёжка лёжка мосеркл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом корпусе Так, один проделали и второй Так, и второй проделали контакт Отверстие, вернее, под контакт Есть Так, теперь смотрим, здесь у нас Ничего не замыкается, да, это Одна линия, так что, в принципе Тут все нормально Так, ну что, ребята, в принципе С этой частью, с высоковольтной мы уже Все сделали, нам осталось поменять Вот этот вздутый мелкий кондер Значит, давайте его отсюда Выколупаем И поменяем Не хочет выколупываться Давай Прогревайся Та ё-моё Так, ну что, ребята, давайте сейчас Подключим крупную артиллерию Не хочет Этот кондер ни у какую Вылазить Я не знаю, чем он там держится Может, приклеен Хрен его знает Сейчас попробую Плоскогубцами Его отсюда Вытащить О! Удалось Плоскогубцами Отсюда Его извлечь Так, сразу Сейчас проделаю Отверстие Так, посмотрим Что это у нас Так, 100 микрофарад 25 вольт Давайте его сейчас Померяем Посмотрим, что на нем тут Осталось Что с ним не так Чего он Вздулся Так Ничего себе А, что это он А, может, контакты У меня здесь замкнулись Еще раз проверяем Да, ребята Этому кондеру Попа Еще раз Давайте посмотрим Да, этот кондер Не рабочий Так, не мешало бы Еще вот эти два Проверить Но я сейчас попробую Прямо в схеме Их Прозвонить Сейчас узнаем Получится нам Это сделать Или нет Так, а ну Вылетело Так, а ну-ка Так, вроде вцепил Давайте посмотрим Что нам прибор покажет Так, 1000 микрофарад ESR 0 1000 микрофарад Значит, каждый кондер Здесь по 500 должен быть Приблизительно 470, да Тут вопросов нет Все Значит, меняем Вот этот вот мелкий Так, 100 на 25 Так, ребята Нашел вот такой вот кондерчик Хороший кондер С низким сопротивлением Значит, 100 микрофарад На 35 вольт Но он немножко по габаритам Побольше Сейчас посмотрим Залезет он сюда Да Все Стал как родной Все Сейчас Я его запаиваю Лишние контакты Откусываем Все, ребята Блок готов К первому включению К первому испытанию Так что Давайте сейчас Проведем первое включение Ну что, ребята Пришло время Попробовать включить Этот блок питания Давайте Подключим Клеммы на 220 вольт Есть И теперь Подадим напряжение Сейчас посмотрим Что произойдет Значит, все я делаю Через свой Автоматы Через свои Через вот эти вот Если что-то пойдет не так То у нас Вся эта конструкция Отключится Так Ну что Пробуем Первый запуск Подаю напряжение Ничего не произошло Автоматы Не отрубило Значит Давайте Я сейчас Возьму тестер И сейчас Посмотрим Какое напряжение У нас На выходе Есть Есть ли оно там Вообще Так Все Щупы Я подключил Смотрите Скорее всего Напряжение Тут было Потому что Оно падает Значит Подключаю Питание 220 вольт Подаю напряжение Пожалуйста Ребята 12 вольт Четко Стабильно Все ребята Блок питания Мы запустили Он работает Осталось его Только упаковать В корпус А на этом все Кому понравилось Парец вверх Подписываемся на канал Всем пока До новых встреч